Тело движения Армана Шураева, как активно рядящегося в тогу национального героя и пытающегося стать на политическом поле фигурой, по умолчанию смешны настолько же, насколько и бессмысленны. Возможно, он мнит себя великим тактиком и непревзойденным стратегом, а так оно и есть, судя по его откровениям, не очень далекого прошлого. Но в реальности, а не в собственных влажных фантазиях, он остается все той же пешкой в чужой игре, как его и собственно всегда и являлся. Националист по нарожку. Сегодня Арман Шураев, как известно, старается сделать карьеру на национально-патриотическом поприще, стать своего рода идеологическим ориентиром для паствы, исповедующей националистические воззрения. Действует он довольно жестко, если не сказать радикально, мастерски разобщает и стравливает общество, пуская в ход фейки, манипуляции и собственные фантазии. То, что слетает с его уст, порой ретранслировать не просто стыдно, а опасно, поскольку квалифицируется вполне конкретными статьями Уголовного кодекса за разжигание розни и создание опасности нарушения общественного порядка. Но надо признать, что такой активно насаждаемый и транслируемый Шураевым животный примитив является тем самым крючком, на который попадаются некоторые казахстанцы, которым почему-то кажется, что вот этот новый герой уж точно другой, искренне справедливый, неподкупный. По их разумению, пусть хоть огнем и мечом, но он насаждает правильную повестку, следование которой якобы будет способствовать трансформации страны в лучшую сторону. Для одних эта иллюзия затяжная, другие же довольно быстро начинают понимать, что Шураев с его боевой эскападой никакой не герой, а обыкновенная его китайская подделка.